Красивые трюки и владение мячом. 11-летний Валера пытается повторить фирменные финты своих кумиров. Он увлекается футболом и мечтает прославить страну. Поэтому регулярно и с усердием практикуется на этом полуразрушенном стадионе. Тренировки у нас проходят один раз в день, ну шесть раз в неделю. Но иногда я прохожу на поле два раза. Ну сам бью, набиваю там. Ну вот тренировки идут полтора часа. Несмотря на плачевное состояние поля, занятия здесь не прекращаются. Ежедневно сюда на тренировки приходят десятки мальчишек и девчонок. К примеру, эта футбольная команда одна из самых сильнейших. По плану ребята должны тренироваться на большом стадионе, но вынуждены играть на мини-поле. На счету ведущей команды, которая отстаивает честь второй юношеской школы Олимпийского резерва, призовые места на престижных международных турнирах. Впереди большие планы, но с каждым разом надежда на великие победы рушатся вместе с футбольным полем, говорят родители учащихся. Сейчас они активно ищут спонсоров. Директору школы было сказано привлечь инвестора. Поэтому мы инвестор, это то есть спонсор. Мы, соответственно, родители начали какие-то видеоролики в соцсети запускать, что школа нуждается в восстановлении, снимается состояние школы. Вот таким образом мы как бы все это узнали и пытаемся найти. На ремонт аварийного стадиона необходимо 100 миллионов тенге, говорит директор школы. Со слов Кнойбергена Килибаева, он уже обратился за поддержкой в управление физкультуры и спорта. При этом рассчитывает и на помощь предпринимателей. Мы обязаны предоставлять свое поле участвовать в чемпионате города. А в свое время, когда родители играют на чужих полях, это все-таки все оплачиваемо. Поэтому я это все прекрасно понимаю и об этом я и с родителями говорю. Спасибо им, конечно, что они помогают. Вопросов нет. Они, конечно, стараются. Помогают, решают эти вопросы. Но мы со своей стороны сейчас хотим вот эти финансовые средства все-таки как-то выкроить именно на наш стадион, чтобы как привести его в порядок. Долгожданный ремонт стадиона планируют начать уже весной. Между тем, родители обеспокоены тем, что в управлении физкультуры и спорта хотят передать объект в доверительные руки без права выкупа. Это, уверяют они, даст право новому владельцу сделать платным посещение футбольного поля и всей школы.